она так микрофон по умолчанию даете стерео отлично вы быстро перешли без проблем на новую площадку запись включена а я могу показывать экран а вот все все я понял в этом миниатюра тоже есть да я вижу теперь я все понял видите abs да вижу отлично за заодно вы практикуетесь в применении вебинарных платформ так с чего начнем с чего попало то что видим по и пою или или конкретные вопросы как бы я думаю вы сами выстроить урок конкретных вопросов потому что я вообще ничего не знаю и сам даже не пытался разбираться а если не начал разбираться тогда лучше я буду говорить при чем говорить о то что вижу то и пою оба студия программа пошифрова это полпы наброски софт переведена на русский язык предназначена для проведения стримингов стриминг это потоковое обещание в онлайн не ограниченное количество времени не ограниченное количество участников для просмотра если вы вещаете в youtube или facebook а другие я каналы не вещал только вот эти два то автоматически при этом ютюбе и фейсбуке создается запись готовы к просмотру в очень короткое время ну примерно через пять-десять минут после окончания завершения все желающие могут ее объединить она состоит из вот этого меню меню называется строка меню а вне пункта меню в том числе и я поставил единственный сюда плагин virtual cam уже не помню как он ставится помню что на английском там простая инструкция скачиваешь как-то экзешником да да я все поставил да там не так если экзешник он сам находит нет там нужно было в командную строку я просто просил там мне сделали да ну хорошо если нажать по виртуалкам она сейчас плагин находится в режиме запуска он уже стартовал его можно остановить и этот плагин дает следующее у вас на ваших устройствах точнее у вас появляется новое устройство которое можно видеть во всех программах например вы видите новую камеру под названием настройках оба с камера то есть все что происходит вот я щас нажму на оба с камера все что происходит в оба си на выходе вот этот выходной окно окно то что держители она тоже самое видно здесь а как то есть это мне сделать это мне нужно открыть оба с да нет а принципе да оба и должна быть запущена я запускаю оба с запустил далее я должен нажать на вот этот виртуалкам да нажмите если там написано старт выделена старт серым цветом нет надо нажимать до параметры автоматический старт образить по горизонтали сохранить пропорции ничего не меняете просто буфере буферированные кадры 3 написано старт ничего не меняете по умолчанию 3 до все как по умолчанию так нажал все серым выделено на крестик до так и теперь в skype можно заходить и в skype настройка звук и видео настройки звуки и видео камера это в самом верху да а вот у нас камера камера в бс камера 2 у бс камера 3 у бс камера 4 почему у вас получилось 4 я сейчас не помню а там два было варианта можно было либо оба с одну камеру там и либо 4 я думаю 4 посмотрите оба с одним так нажал и там у меня темный экран потому что в бс ничего не обещается но наверное да я же не знаю как сюда обращаемся снова туда хорошо что это практически сразу проделали продолжаем видите мой экран да и так с виртуальной камерой мы практически закончим навсегда как только у вас запутится вы сразу можете получать виртуальную камеру из бс например вы проводите по скайпу консультацию сидите на зеленом фоне освещены все вас работает но задней стенке в ходе разговора по скайпу вы используете измененное изображение сзади вас какой-то дорогой кабинет или химическая лаборатория или зал суда мы сейчас рассмотрим как это заменить у зеленой ткани давать изучать оба с ниже строки меню мы будем использовать по мере необходимости будьте здоровы извините попал это два окна слева окно предпросмотр которые позволяют пить до эфира что-то там изменить а у меня одно окно для этого нужно нажать режим студии справа кнопка режим студии где где еще раз ага все сейчас подождите разделе управления есть два окна вот в левом вы что-то можете по ходу дела или до начала эфира что-то настраивать в левом это в каком там где как час у вас курсор да где предпросмотр а все вижу где предпросмотр как только вы подготовите эту сцену эфир состоит из цены сейчас их рассмотрим нажимаете на переход ваш подготовленный предпросмотр выходит сюда но вот еще раз и выберу другую сцену переход и вот плавно появился уже в эфире друг другой другая сцена сейчас будет это дело рассмотрим дальше и начнем работу с таких понятий как сцены источники микшер переходы и управления начнем со сцен все что включает композицию из звука видео текста камер камеры могут и нескольких камер как у меня несколько камер есть называется сценой для того чтобы добавить новую сцену по молчанию она пустая как у вас там черная добавить новую сцену на плюсик появляется окошко добавить сцену автоматически он присваивает и порядковый номер следующий но можно дать а где брать эту сцену а вот сейчас мы ее и начинаем создавать сцену как сочетание повторяю термин сочетание фона камеры текстов медиа каких-то изображений вот все это вместе называется сцена поначалу она пустая ну допустим сцена 4 вот открыл на черное так мы и создали но в ней никаких элементов нет для того чтобы там кто-то появилось мы переходим к следующему блоку источники так и так сцена она создает только название под которым могут быть источники свою очередь эти сцены можно перемещать вот так вот вверх вниз сцены можно правой мышкой удалить переименовать дублировать допустим вы одну подготовили красивую сцену настроили группу бегущие строчки какие-то эффекты задний фон а потом хотите изменить сделать копию вы дублируете и все там повторяется в этой в этом дубле но вот будет что-то там могут друг друга бегущая строка или что-то так что еще здесь фильтры мы рассмотрим чуть попозже но пока вот сцены мы мы создали будем от простого начинаем добавлять простейшие источники вот здесь уже он пишет нет источников нажмите плюс ниже и дальше пошли иконочки и дальше можно включить показ браузера у вас кстати два монитора один у меня два монитора ноутбук и большой внешний большой монитор внешний я для банк принципе вебинары вы сейчас не проводите но если будет по дешевке какой-то там мониторки я рекомендую очень удобно для монтажа а я особенно для вебинаров и стриминга браузер позволяет показывать в эфире свой браузер которого показывается страничку или коммерческий продукт или какой-то там что-то еще вот это можно здесь записывать показывать и записывать очень хороший оба с он еще может как камтазия все это записывать файл mp4 а вы можете на нажать на этот на квадратик чтоб побольше было на оба с развернулась а я могу сделать но шрифт от этого него не увеличивается а он такой же будет да он да он не увеличивается масштабируется да как не сделать крупнее вам плохо видно нормально давайте нормально знаю как сделать крупнее так и значит продолжаем браузер входной поток это микрофон выходной честно говоря не знаю что захват игры если вы принципе программа создавалась для примеров которые показывают свои игры они запускаются как приложение в отдельном окне и вот можно захватывать и показывать захват окна ну давайте какое-нибудь окно то что у вас открыто вот я сейчас он предлагает выбрать какое-то окно ну например тот же skype вот у меня появилась в режиме предпросмотра окно со skype и все что я там буду делать будет показываться вот я сейчас нажму на переход вот пошел эфир но на самом деле эфира нет а готовности к эфиру окно из skype сейчас открою окно из skype вот и видеть я скайпе мышкой вожу что-то делаю можно показывать или я хочу не skype показать а другое окно я нажимаю правой кнопкой мыши на свойства этого окна и вместо окна беру беру другое окно например хром где мы с вами сидим или другой хром вот он тоже какое-то окно я сразу настраиваю конфигурацию под мой размер 1280 720 это окно и все что я в этом окне буду делать так вот мытка ходит а это не точно у меня их два поэтому я в общем пока вам это не надо поэтому мы захват окна удалил так давайте мы создадим может быть какой-нибудь фонда сейчас по порядку окно захват экрана это весь монитор изображение это статическая картинка начнем с простого сделаем подложечку любую из изображений под ложечку вот эту ее можно растянуть она будет показываться в эфире и теперь мы сюда на это изображение наведем это пропускаем vlc видео нет у нас таких камер источник медиа это тоже самое что изображение только будет двигаться вот как у меня там двигается окно мы сюда добавим устройство захвата видео у меня уже эти камеры здесь есть то есть я могу не не новое устройство захвата камеры видео а брать уже существующие например вот меня две камеры 930 и 920 одновременно еще третья камера из ноутбук не а три камеры вам это не надо столько вы если она у вас уже где-то создана ранее вы добавляете если вы еще не добавляете если вы еще не добавляли пишите например брию окей у вас появится выбор устройства у вас будет ваша брио здесь но я сейчас выберу то же самое за 930 я вижу эту камеру которую выбираю сейчас пока не буду нажимаю окей все видите у меня появился слой и так все не моей появился слой с изображением и второй слой с моей камерой так интересно у меня там записывается все нормально и так у меня появился слой и как я могу этот слой покажу в эфире или записи вот если нажму на начать запись здесь у меня начнется запись сейчас пока не буду этого делать у меня появился вот такой такая сцена моя камера про звук отдельно поговорим вот этот слой можно вот так вот двигать перемещать заранее подстраивать себя и вас наверное интересуют хроматей да вам не терпится вместо своего зеленого вот этого фона как у меня поставить для этого правой кнопкой мыши по своей камере включаете меню фильтры и сейчас никаких фильтров тут нет вы добавляете фильтр и мы сразу ищем 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 хроматей вот он хроматей он предлагает дать ему название помолчание хроматей соглашаемся и вот он сам уже на лету увидел зеленый цвет убрал его и осталось устранить вот это вот мерцание за мной такие зеленые какие-то там мелькания видите вот немножко потому что я не включил свой свет основной хороший ну-ка сейчас его включу вот включил свет но он до конца еще не выстроен у меня тут два светильника я не выдвинул но у меня вот тут есть настройки которые видите если перегнешь палку вот эти вот вот эти вот движки позволяют визуально контролировать качество хроматей если нормально их выставить то на лбу на руках могут появиться неприятные пятна вот почему вы потратили столько времени преодолели этот барьер вы купили свет вы можете этим пользоваться у вас лучше возможности чем у меня к тому же у меня сзади слишком близко вот эта вот ткань а у вас там побольше расстояния у вас должно быть лучше чем у меня и у меня сейчас лицо какое-то желтое противное это сейчас тоже поговорю у вас такого быть не должно у вас камера лучше моей но мы будем это еще закрепить практически итак как только вы выставили настройки хромакея мы сейчас пока оба ясом занимаемся сейчас подождите я попробую найти какую-нибудь картинку давайте как бы посмотреть на ну давайте я теоретически вообще ведь могу скачать ее правильно в интернете картинка да любую можете выбрать картинку да любое там пингвины из windows так мне нужно ваш экран пока то увидеть а как я могу это сделать я обновлю страничку я не ухожу просто обновлю я вернулся бы тут да 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 сейчас сейчас сохраню можете говорить возможно я что-то услышал ну вот к примеру я сделал поставил вот сюда ну вот так вот скажем так так вот я поставил картинку туда в предпросмотр дальше добавьте туда камеру а вот отсюда вот отсюда где мы с вами сидим здесь по шестеренке нажмите и выберите другое устройство OBS это где где вот в этой вебинарной комнате у вас сейчас камера занята у вас сейчас камера занята она используется вот в этом вебинаре где мы сидим так а вы в этой вебинаре выберите OBS устройство OBS вместо камеры не Logitech брио так выбрал выбрал вот отлично теперь у вас она черная да чтобы я видел вашу картинку нажмите на переход у вас картинка при просмотре а в эфире у вас черная переход вот вот я вижу вижу вашу библиотеку шикарный зал такой длинный я вижу теперь добавьте туда свою камеру брио добавьте так это изображение плюс да камера устройство захвата видео называется OBS видите устройство захвата видео так окей можете не переименовывать у вас всего одна камера да окей да и в устройствах выберите так там где строка устройства выберите время выбрал и нажмите когда когда появится изображение нажмите окей да все сделал видите камеру да да я уже себя поставил вот но это вы видите при просмотре да и туда просмотр то есть переход сделать да 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 отлично причем плавно появилось красиво теперь в левом окне в режиме предпросмотра возьмите кликните по этому условию с камерой и увеличьте размер своего видео устройства побольше заказа если по нему кликнуть появляется красный контур ну вот сделал чуть-чуть побольше да растягиваете и снова выводите в эфир секунду еще побольше наверное да ну вот так вот вот отлично ну еще вы научитесь отцентрировать поставить себя вот отлично оно так появляется с с эффектом не резко вот этот для просмотра а с так и теперь включите хромакей выберите правой кнопкой мыши свойства вашего видео устройства и добавьте туда фильтр под названием хромакей ага фильтр нажимаем угу добавляем внизу добавляем или вверху фильтр аудио-видео или фильтр аудио-видео да да а у меня нет тут хромакея смотрите а вот внизу это значит третья хромакей да 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 хромакей а работало все причем без настроек сразу заработало это благодаря наверное качество камеры и хорошему качеству освещения и расстоянию за вашей спиной оно у вас прилично там по-моему там где-то метр да сзади да метр где-то вот это очень важно чтобы не было вот этих мерцаний у вас вот пошевелите руками вот в разные стороны перед камерой вот вот там у вас руки обрезаются вот у вас не видно полосы движения за вашими руками когда рука двигается вот этих вот чередований не остается хвоста и с первого раза получился результат вы сидите в дорогом таком пространстве у вас хорошая картинка хороший микрофон вот поздравляю первое задание вы выполнили отлично это мы изображение сделали да вы добавили слой с изображением поверх этого слоя если посмотреть на сцены в ОБС у вас камера находится выше изображения над библиотекой вот все правильно сначала слой и потом устройство захвата еще у вас легло правильно так динамическое что-нибудь сделать чтобы там сзади к примеру там люди работают хорошо давайте я включаю снова показ экрана мне очень понравилось как мы стремительно сделали этот кромакей мы очень долго готовились это это факт мы очень много времени и сил потратили на подготовку на свет но зато пошел результат так я хочу показывать экран не вижу не то показываю сейчас включить показ так я хочу включить показ экрана а пусть будет правый экран снова вот вы видите мой экран вот вот я сейчас сделал еще одно устройство вывел устройство захвата видео видите там сейчас ничего нет и она накрывает я убираю это устройство по минусу мое брио пропало потому что я включал камеру вебинаре а одно устройство не может работать в разных программах вот это вот надо знать поэтому я свое брио свойство нажимаю активировать и оно снова активировалось вот это запомните если у вас устройство подключено его можно закрыть вот так выключить и включить если оно нужно его настроить свойства сейчас рассмотрим свойства камеры деактивирует оно пропало и активирует дальше можно настроить видео вот это вот важно но несложно вот появились свойства яркость контрастность вам это наверное с вашей дорогой камерой делать ничего не надо но настройка камеры сейчас я покажу в принципе когда оба используешь это наверное не важно вот тут можно сделать приближение вот я там приближаюсь или удаляюсь вот эти настройки дополнительные настройки можно регулировать яркость баланс белого но может быть вам это не надо у вас дорогая камера это не надо это нужно знать такие настройки есть и пожалуй самое интересное здесь это частота кадров по умолчанию стоит и разрешение по умолчанию стоит стандартное если перевести пользовательское разрешение вот тут появляются чудеса мощные видеокарты у вас более мощные устройства вы можете вывести даже 4k вот ваша видеокамера 4k позволяет проверять это где это камера устройство свойства а дальше куда разрешение пользовательские настройки пока не послушайте теорию и вот разрешение разрешение у меня если 1920 качество будет лучше но не факт сейчас закрою это все посмотрите на OBS вот здесь вот CPU и FPS показывает видите где мышка моя OBS показывает нагрузку процессора и частоту кадра видите вот да да вижу вот когда 9.8 это нормально но как только цифра начинает подходить 100% или 90% вот это скачет нагрузка и частота кадров начинает падать нормально когда 30 кадров в секунду когда начинается 10 кадров 5 кадров в секунду говорит о том что вся наша вот эта красота нашим компьютером наши видеокарты не выдерживает сейчас надо посмотреть на вашем устройстве в секунду 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 да не а они не там как они Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, еще раз, настройки камеры по умолчанию, да, нажимаем или чего? Стандартные значения устройств? Свойства, свойства камеры. Разрешение, частота кадров смените на пользовательское. Так. Так. Дальше в поле разрешения выберите 1920 на 1080. Так. У вас при этом скаканет размер вашей камеры в предпросмотре изменится. Да, он больше стал, по-моему. Да, он больше, но это можем уменьшить. А теперь сделать эксперимент, выберите максимальное 2304 на 1536. У меня 40,96 на 2,1,60. 40? Выберите. И посмотрите, что там пишет ваш ЦПУ, скажите в этот момент. Сколько ЦПУ? 27,32, 29,5. Процентов? 31. Да? О, это... У вас перегрузка. Уже... Еще же какие-то другие программы могут быть, но перегрузка приличная. А посмотрите, ваша камера... Нажмите ОК и вернитесь в ОБС предпросмотр. У меня, например, рот начинает... Я начинаю говорить скачками. Моя картинка скачет скачками. Мне надо себя убрать еще. Подождите. Вот в режиме просмотра... Нет, я имею в виду, мне нужно убавить, потому что тут я такой большой. Убавки. Убавки. И посмотрите, насколько качественна ваша сейчас картинка. У меня ужасно, у меня все ползет. Вот я убавил. Ну вот, смотрите, моя картинка. А, ну затормаживание видно. Одна-две, ну, побольше секунд. Да. Да, то есть это наша камера, точнее, видеокарта не выдерживает. И надо возвращать настройки назад свойства. Выбирать настройка, разрешение. Нет, хорошо, а если я сделаю, вот, например, там, вот, 2560 на 1140? Попробуйте. Это надо смотреть для вашего устройства. Окей. Ну как? А, все равно затормаживает, наверное. Вы сами должны видеть. Вы знаете, у вас не должно быть страха... Ну, у вас будет отставать еще движение рта. Да. Вот. Это как раз слабая видеокарта, слабый компьютер. Я не знаю, как от этого еще избавиться. Вот почему нужно помощнее. И опять же, я не инженер. Это надо пробовать. Брать на время где-то более мощный ноутбук или мощное устройство. Или брать его с возвратом. Экспериментировать. И тогда будет понятно. Но когда мы будем использовать Камтазию, и будет такая задержка. Вот, когда мы запишем нашу видеолекцию, а записывать можно и в ИБС тоже. Вот там мы научимся работать с дорожками, и мы будем совмещать рот и звук движения. Нет, а какое должно быть вообще разрешение? Это как должно разрешение ставить? А вот это хороший вопрос. Ну, с 1920 на 1080 тоже хорошо. Или 1280 на 720 также будет. Нет, вот у меня сейчас 1920. И не тормозит? Ничего не тормозит. Вот у меня 11. Ну, да, пока так и оставьте. Я, например, выставил сейчас 1280 на 720 у себя. Это HD. Full HD у вас 1920 на 1080. У меня вот тут даже есть 1600 на 896. Это можно пробовать, но там будет другая картинка, может измениться пропорция. Давайте эксцинживать стандартные 1280 на 720 или 1920. И все будет хорошо. Вот это было очень тяжело. Ну, как тяжело теоретически понять. А практически вы видите, что происходит. Мне только пугает немножко ваша загрузка в 30%. Что-то у вас там может быть загружено еще. Подождите. У меня была загрузка в 30%, когда я на 4000 уходил. А, а сейчас сколько? Вот сейчас вот я вот это сделал. 1200. Так, 7,4%. 74? 7,4. 6,1. Все, вот это хороший запас. Теперь следующий вопрос. Давайте поменяем фон. Я включу пока с экрана. Тут тоже есть нюансы. Фон, красивый фон будет забирать. Будет забирать мощность. Сейчас я вам покажу. Я вам покажу. Выведите АБС. Вот у меня сейчас нагрузка ЦСУ 20%, что в принципе приемлемо. Но мне не нравится вот этот вот фон с этими грузинами. Случайно. Я его сразу удалю. Я, конечно, могу его и скрыть. Вот так вот. И оставить черный цвет. Он, кстати, тоже синий. Но я лучше его удалю. Выделил. По минусу. Удалил. Добавляю медиа. Источник медиа. Это есть наш файл. Если у меня есть готовые раньше какие-то источники, я могу выбрать. Если я хочу создать новый, я нажимаю создать новый. И даю ему какое-то осмысленное название. Например, у меня там есть студия телевизионная. ТВ. ТВ. Студия. И дальше он предлагает мне выбрать файл. Я его выбираю из своего компьютера. Он у меня находится в папочке видео. Я какие-то файлики приготовил. Вот. Сейчас они прогрузятся. Так. Какие-то. Вот они подгружаются. Вот одна студия, другая. Все это я скачиваю с интернета. Я могу вам эти файлики подарить. Пишу в Ютьюбе. Бэкграунд. ТВ. Что-то в таком духе. И он, наверное, находишь и можно скачивать. А формат какой? В чем скачивать-то? Он по 4. А, чем скачивать? Сейчас расскажу. Я использую программку для скачивания из Ютьюба. В принципе, там можно две буковки «С» написать для скачивания. «Уми-видео-доунлод». Расставляю ссылку из Ютьюба и скачиваю любой ролик из Ютьюба. Подождите тогда. Любой ролик нужно скачать абсолютно, да? Абсолютно. Абсолютно. Сейчас, давайте я скачаю что-нибудь. Нет, сейчас не надо. У нас, мы отойдем в сторону. Вы помесьте себе «Уми-видео». «Уми-видео». Скачаете, и все, что в Ютьюбе, можно скачивать себе. Для тренировки вы можете любое там видео себе положить. И вот вы скачали какое-то видео, и вы его выбираете. Вот, например, вот этот вот ролик. Обратим внимание на очень важную вещь. В Ютьюбе может быть качество 4К. Это будет очень высокое качество. Оно может забирать мощность вашего компьютера. Я выбираю, если низкого качества, допустим, 720 ДП, я его не беру. Это уже плохое считается. А беру то, которое у меня вот камера. Или 1920, или 1208. Ну вот, какое хотите. Хотите, говорят, дрова в камине. Давайте, возьмите дрова с камином в кабинет. И не забыть нажать повтор. Он крутится бесконечно. И нажимаю «Ок». И ничего не происходит, потому что я должен выйти в эфир. Вот, к сожалению, другого способа увидеть себя с этими дровами не получится, пока я не выйду в эфир. Ну, поскольку это делается все заранее, а не в последний момент, вот, опа, видите, что произошло. Работает. Но у меня в этой сцене 4 студия выше, чем моя камера. Я должен эту студию, как слой, опустить вниз. И все стало на место. Посталось сделать конфигурацию нормальную. Видите, вот я тут подготавливаю, а тут еще в эфире нет. Нажимаю переход, и все шикарно происходит. Нравится вам такая штука? Ну да, но вы пришлете мне, да, это все видео-то? Конечно, я вам все пришлют. Вот, вы спрашиваете. Кто спрашивает, то все будет. Итак, мы получили замечательный эффект. У меня была нагрузка CPU где-то процентов 7-8, стало 16. В принципе, нормально. Мой процессор тянет. Этот ролик не очень тяжелый, но для записи будет хорошо. Так, а еще раз, какой размер этого ролика должен быть? Ну, исходя из вашего процессора, попробуйте 1920 на 1080. Если возьмете 4К, они в YouTube есть, то могут быть трудности. Слишком высокого качества. А минимальный какой должен быть? 1200? 1280 на 720. Отлично. Ну, если хотите, будете менять. Так, давайте я вам Skype, хотите, прям сейчас брошу этот файлик. Давайте. И вы практически это проделаете. Вот, я открываю свой браузер. Открываю. Вот дрова в камине. И перетаскиваю вам его в Skype. И нажимаю Enter. И... О, 139 мегабайт, ничего себе. Дрова. Ничего себе. Хорошие дрова. Ну ладно. Тоже красота. Они еще, по-моему, со звуком отрезкивают. А, они очень длинный. Он очень длинный. Поэтому такой. О, это хорошо, чтобы не было вот этого... Это и спековки, когда дергается изображение. Ну как, скачивается? Сейчас, подождите. А я пока поменяю фон. Не дрова, возможно, а что-то другое. Ясмин, его фон. Так, сейчас, секунду, секунду, секунду. Хорошо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Медиа сдвинуть слоем ниже... Так, а у меня темное, ничего тут не это самое, не получается. Дальше что нужно? Нажмите переход. Вот, отлично. А вы какое-то другое взяли? Да я сейчас скачал просто. И размер конфигурации изменить. Вот, ну, совершенно другое дело. Какие-то буковки, ну, это уже... Да нет, просто я просто, например, там на фоне там работ... Остается ощущение медийное, телевизионное, очень классное, несложное. Обратите внимание, в источниках нарисован замочек и глаз. Видите? Да. Очень удобно, когда вы все подготовите, чтобы случайно не сбить конфигурацию, закрыть замочек. И тогда оно не будет сбиваться. И вот у вас сцена одна готова, в ней что-то одно, вы ее можете назвать «Я на фоне офиса». Потом добавляете другую сцену и, в принципе, вот так вот поменяете сцены для того, чтобы... Ну, что? Первое, что мы получим, если вы выходите в скайпе, разговариваете по скайпу, вы говорите не на зеленом фоне, а говорите по скайпу с клиентом, ведете переговоры на каком-то фоне. По-моему, это очень круто, добавляет эффект. Единственное, там у вас камера... Нужно сделать так, чтобы не было ощущения ложности. Вот сейчас видео показывает то один ракурс, то другой. Это должен быть неизменяемый сзади ракурс. Или город, или офис, но камера, люди ходят, но камера ракурс не имеет. Нет, это я понял, что нужно тут сделать. Это просто видео, которое я просто первый нашел и все. Да. Теперь, что еще по ОБС? У вас не было первоначально выходить со стримингом в прямой эфир. Нам ОБС дал камеру для переговоров по скайпу, чтобы сделать какой-то некий антураж. У нас была другая задача сделать учебное видео в записи и обработать его в Камхазе. Вот я хочу закончить с ОБС на том, что вы можете, сейчас видите мой экран, прямо отсюда из ОБС создавать ролики, которые потом монтажировать, делать монтаж в Камхазе. Послушайте, пожалуйста, о чем речь. Мне очень нравится записывать черновой материал для монтажа в Камхазе в ОБС. Что я делаю? Я добавляю сюда в ОБС зеленый фон, вот беру плюс. Выбираю сюда фоновый цвет. Он у меня уже готов. Ядовито зеленый цвет добавляю сюда. А, он, кстати, ядовитый почему-то. Ну, сейчас я сделаю его ядовитым. Опущу пониже. Правой кнопкой мыши фоновый цвет. Свойства цвет. Беру, выбрать цвет. Беру мерзко ядовито зеленый. Вот. Вижу сразу свои косички со светом. Вы их тоже будете видеть. И ставлю суфлер. И делаю ролик МП4 выразительный на зеленом фоне. И все. И потом уже делаю монтаж в Камхазе. Я заметил опытным путем, что ОБС, она меньше потребляет мощности ресурса. Но не позволяет делать красивый монтаж. Я записываю ролик в ОБСе на зеленом фоне. Дальше перехожу в Камхазе. Там начинаю добавлять слои, анимационные эффекты. И так далее. Заставочки. Вот мой совет. Мой ноу-хау. Для того, чтобы сделать этот ролик, я нажимаю начать запись. Вот здесь в блоке управления. А, тут я еще микрофон не добавил. Мы пропустили целый мощный блок с микрофоном. Но если вы сейчас устали, мы можем сделать по-моему. Просто очень тяжело так много сразу. Давайте, знаете как, давайте я сейчас попробую. Действительно, сейчас вот я вот это тоже заблокирую. Не, это заблокирую, а вот это заблокирую. Попробую сюда добавить фон, да? Так и называется фон. Вы какой, зеленый? Да. Фоновый цвет, да? Да, фоновый цвет. Фоновый цвет. Создать. Так, выбрать цвет. И какой-нибудь ядовито... Ну вот такой вот. Окей. Окей. Я должен фоновый цвет опустить вниз. Да? Нет? Да. И... И нажать переход. Растянуть все. И нажать переход. Вот. Вот прекрасный фон. Давайте на этом я предлагаю вот что. Мы очень хорошо продвинулись вперед. Очень хорошо. Вы хорошо запоминаете. И попробуйте сделать записи. Сейчас я помню. А запись как делать? Запустить? Справа начать запись. И все. И можно записывать, да? Да. Но у вас там звук не быстренький. Тем не менее, будет без звука записываться. Так, а звук давайте тогда разберемся, как... Вы увидите остановить запись кнопочку. А как звук сделать? Давайте звук сделаем. И я уже тогда сам попробую позаписываю тут всякие ручки. Позаписываю с куплером. Вот. Мы подходим к кульминации. Так. Я сделал остановку. Где найти? Это MP4. Сейчас я покажу. Нажмете остановить запись. Видите мой экран? Файл показать записи. Видите мой экран? Показать запись. Откроется проводник. И вот эта вот запись. Что я записывал. Вот. Вот эта запись. Ее можно посмотреть. Поскольку я микрофон не включал. Она будет без звука. Нам надо добавить сюда микрофон. Итак. Переходим. Пожалуй. Все, что было до сих пор. Было очень легко. Интересно. И хорошо. Но обычно все затыкается на звуке. Эхо скрипит. Пить там ужасно. Добавим сюда в источники. Да. Вот здесь у меня Brio включено. Извините. Он увидел это устройство. А у Brio есть свой микрофон. Нам он не нужен. У нас есть дорогой Yeti. Нам не нужен звук от TV студии. Потрескивание. Это не то все. Потрескивание дров в камине. Нам нужно добавить устройство входного аудиопотока. Вот так они сложно написали. Не микрофон, а входного аудиопотока. Так. Вот у меня уже здесь микрофон Yeti уже был. А у вас его нет. Вы создаете его с нуля. Создаете. Нажимаете ОК. И тогда он говорит. А какое вы хотите устройство? Я хочу свой Yeti. Потому что он у меня в устройствах есть. Я убираю этот Yeti. Тут ничего не меняю. Нажимаю ОК. И что-то у меня ничего тут не появилось. Так. То есть я добавляю устройство входного аудиопотока. Создать новый. Угу. Нажимаю ОК. Да. У меня микрофон занят. Он пишет по полчанию или использовать временных меток устройств, да? Не менять. Не включать. А, вот все вижу. Микрофон Yeti. И ОК. Да. И ничего не произошло, да? Нет, у меня появилось там. А, появилось. Если он у вас движется, значит у вас звук есть. И вы можете записывать. Нет. У меня появилось вот в источниках захват входного аудиопотока. А шевелится индикатор? Устройство захвата видео нет. У меня МИК АУКС шевелится. Индикатор, да. И устройство воспроизведения. Шевелится, да? Да. Когда вот. А так микрофон, да, шевелится. Значит, у меня он занят другим устройством вебинарной комнаты. Поэтому я не могу сейчас это изобразить. Вы посмотрите сами, поиграйте в запись, послушайте сами себя в записи. Должен работать именно в блюете микрофон. А не какой-то там ноутбучный или от камеры. Нет, я сейчас пробовал блюете отключить. У меня шкала уже не работает. Отлично. Значит, у вас сразу получилось еще и заработал микрофон. Он должен не быть слишком слабым. И не должен выходить в красную зону. Там будет искажение. В принципе, если вы нажмете сейчас начать запись, то вы сделаете запись своего выступления. И вот тут уже интересно, с суфлером, как будет записываться ваше первое видео. Тогда вот просто нажимаем начать запись, да? Да, попробуйте. Поговорите что-нибудь. Здравствуйте. Мы начинаем записывать видео. Так, все? Выключаем теперь? Да. Остановить запись, да? Угу. Так, а куда это все у меня сохранилось? В ОБСе в меню файл. Так, файл. Показать записи? Да. Оп. Вы увидите готовый файл. Попробуйте его посмотреть и послушать. Ну, вроде да, но там стеклышко надо протереть. Вот это увидеть себя в записи, это всегда шок. Это всегда такой испуг. Но вы к этому привыкнете научиться управлять своим лицом и своими руками. И у вас есть суфлерчик, который поможет вам выступать уверенно. Фух. Ну. Ну, все, да, давайте теперь я побалуюсь тут сам, попробую, позаписываюсь. Интересно? Ну, конечно, да. Надо пробовать уже давно. Хорошо идет. Когда пойдет Кантазия, там еще пойдут интересные преодоления, будут возникать какие-то препятствия, мы их будем преодолевать. В итоге выйдем на то, что надо. Вы вложили колоссальные деньги, терпение, время. А уже начинает скоро брезвить некий итоговый результат. Мы еще поговорим про речь, про как смотреть. Мы уже многое слышали. Все это мы проговорим, отработаем практически. И все будет прекрасно. Да, все, спасибо за занятие. Давайте, всего доброго, Михайлович. Вы ссылочку мне пришлете, да? Да, останавливаюсь запись. Да, все, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok